Привет, дорогая, меня зовут Даша, и я буду рассказывать о книгах. Это Буквлог, и я расскажу о книгах, которые я прочла за месяц июль. Их будет немного, потому что я разделяю книги, которые пополнили мою библиотеку, и книги, которые я прочла, разные вещи. И сегодня будет идти речь именно о тех, которые я прочла за июль месяц. Но при этом они не являются новинками моей библиотеки. Я придумала оценку, если ты видела мой предыдущий Буквлог, то помни, что у меня были с этим проблемы. Я решила ввести в оценку догоценных камней. Заодно запомнишь иерархию камней. Итак, на первом месте у нас алмаз, на втором изумруд, на третьем синий сапфир и на четвертом рубин. Если я захочу добавить баллы, то я скажу там, например, изумруд, серебряный оправе, или там алмаз в платиновое оправе. То есть оправа будет три. Серебряная, золотая и платиновая. Итак, поехали. Первая книга, которую я хочу рассказать, это «Бронзовый мальчик Крапивина». Вот так выглядит эта книжка. На самом деле это повесть «Бронзовый мальчик». Вся книга называется «В синий город на Садовой». Да, «В синий город на Садовой». Она включает свои две повести, в том числе, кроме той, которую ты видишь на обложке, еще и «Бронзового мальчика». Вообще, по ошибке, многие считают Владислава Крапивина детским автором. Это ошибочное мнение сложилось из-за того, что у него в основном главный герой – это 12-14-летние мальчики и девочки. Но я категорически не согласна с Синий Мик, который считает данного автора детским писателем. Потому что в своих книгах он преподает уроки, которые некоторым взрослым в жизнь не постичь. Я начала читать Крапивина еще в среднем школьном возрасте. Я была его, наверное, в классе в пятом, может быть, в шестом. Я до сих пор его читаю, перечитываю. Я уверена, я буду его читать и перечитывать всю свою жизнь. Потому что сколько не читаю этого автора, ты всегда найдешь для себя что-то новое. Потому что ты тоже растешь, ты тоже развиваешься, и, соответственно, что-то новое ты находишь в этих книгах. «Бродзовый мальчик» – это история о одном нелюдимом, но очень хозяйственном молодом человеке, который обретает настоящего друга и вот приключения там всякие. Собственно, я решила перечитать эту книгу, потому что я прочла автора Акунина Белона книгу. И там речь шла о Севастополе. Я вспомнила, что «Бродзовый мальчик» тоже очень много говорится о Севастополе, обсуждается о Севастополе. Мне захотелось тоже прочитать и тебе советую. Далее в моем списке идет книга «Бегущая за ветром». Автор – афганец Халид Хосейни. До того, как я прочитала эту книгу, я не знала обувидеться на ней ровным счетом ничего, кроме того, что наши там пошуршали неслабо. И, честно говоря, у меня не было такое мнение, что это такие нециализованные черки, которые... Ммм... Которая жизнь. Я ошибалась. Я очень глубоко ошибалась. И если ты думаешь так же... Ты ошибаешься тоже. Благодаря этой книге, хоть она и художественная, написана прекрасно, легким пером, и при этом очень познавательная, благодаря этой книге узнаешь об Афганистане изнутри, что из себя представляют эти люди, какой у них менталитет, что у них пить, что у них пить, какие традиции, праздники. Следующая книга «Как писать книги» Стивена Кинга. Я бы написала... Я бы назвала эту книгу, как я пишу книги, автобиография. Большую часть книги Стивен Кинг пишет именно о том, как он пишет о себе, о своем детстве, о своей матери, о своих родственников. Потом он начинает постепенно подходить к тому, чтобы рассказать, как он пришел в мир издательства, ну вот начал публиковаться, с чего у него все это началось, по каким причинам, и за денег, и за чего-то другого. Я бы бросила читать эту книгу, если бы не увидела, уже нажимая на закрытие, читала в том виде, что я прочла из 225 страниц 80, то есть больше половины. Я думаю, что за фигня, бросаю книгу наполовину, и решила добить. И вот, что я для себя вынесла. Кое-где он там рассказывает о грамматике, писательской. Я себе сделала заметку, если мне будет бессонница, распечатать этот кусок и прочесть. И вырубить моментально. На самом деле, если серьезно, книга, мне кажется, понравится только тем, кто фанатеет по Стивену Кингу. Я не из фанатов. У него я люблю только Мизери, конечно же Мизери, и Розу Морену. Ну и еще Лонгарьера, но уже... Если ты планируешь стать писателем, издаваться, или ты в начале этого пути, но у тебя уже есть небольшой опыт, и при этом тебе неинтересна автобиография Стивена Кинга, я советую тебе читать эту книгу 79 страницы. Если тебе по фене, прошу прощения за другое, и на его автобиографию, и на то, как писать книги, и как их оформлять, прежде чем отправить в издательство, начинай сразу с 225-й. Это самая интересная часть. Более того, читая ее, я подумала, почему этот мистик не пишет сентиментальные сцены в своих книгах. Они, черт возьми, ему очень хорошо удаются. Ей-богу, если бы я читала эту книгу дома, а не на работе в обеде на перерыв, я бы разревелась. Но в кабинет в любой момент могли войти коллеги, и мне не надо было, чтобы меня видели плачущие, поэтому я кое-как крепясь, но и сдержалась. Так что сентиментальные сцены сцены в книгу удается очень хорошо, и хорошо было, если бы ему кто-то об этом сказал, и он бы их побольше стал в своих книгах использовать, и он стал бы еще более популярен. И четвертая книга, которую я хочу назвать, это автор Сесилия Ахерн. Я ее буду часто в своих видео прославлять. На этой трассе эта книга называется «Волшебный дневник». Когда я начинала ее читать, мне показалось, что перед тем, как сесть и написать эту вещь, Сесилия прочла одну из книг Мэри Стюарт, которая специализируется на любовных романах, хотя бы я ее бы и не назвала это любовным романом, слегка с мистическим уклоном. То там ведьма, там ненавязчиво так появится, то еще что-то такое. Но чем ближе шло дело концовки, тем больше мне казалось, что она почитала и Стивена Кинга, потому что чем дальше влез, тем больше... На самом деле этот автор, ну, как мне кажется, первые 10, может быть, 20 страниц, продирающие сквозь дебри сюжета, то есть дальше читать не особо интересно, это не тот автор, который покаляет буквально с первых строк. Зато если ты добралась за 20 страницей, ну, ты так, обтекаема. Все. Ты не отстанешь от этой книги, пока ты ее не добьешь. Так было с твоей преданной слугой. Покорной слугой. Неважно. Если я скажу что-то еще об этой книге, быть, это будет спойлер. Ненавижу спойлеры. Поэтому, наверное, больше ничего говорить не буду. Только намекну. Я уже намекнула. Там не обошлось без мистики, там не обошлось без странностей. И даже некая детективная линия там прослеживается. Любителям старины понравится то, что в сюжете есть развальный замка. Так что на этом все. Увидимся скоро в следующем видео. И тебе желаю приятного чтения. И я тебе желаю никогда не бросать читать. Пока. Итак. Бронзовый мальчик у нас. Владислава Капивина. Заслужил алмаз в платиновой оправе. Мне кажется, этому автору, ну, по разведению этого автора, я всегда буду ставить такую оценку за очень редким исключением. Бегущий за ветром. Хальда Хосейни. Я бы, наверное, поставила синий сапфир. И, может быть, даже селебряное оправе. Как писать книги Стивена Кинга Рубин. Без оправы. И Сесилия Архимовна с ее волшебным дневником я, пожалуй, присужу синий сапфир без оправ. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...